Как зовут-то, малыша? Будет десантником? Будет по-любому. Как папа? 2 августа здесь, на площади Победы, большинство объединили голубые береты и тельняшки. Встретились те, кто не виделся долгое время. Разные поколения десантников. Сегодня они вновь в строю. Мирное сравнение на тренингах. Товарищ гвардейный полковник, гвардейцы-десантники Тверского гарнизона для празднования 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск построены. Майор Арсеньев. Здравствуйте, товарищи десантники. Здорово! Сегодня в их адрес звучало много добрых слов и поздравлений. Начальник главного управления региональной безопасности региона Александр Веселов зачитал приветствие от губернатора Тверской области. С 94-летия МВДВ десантников поздравили представители администрации Твери, Тверской городской думы, Тверской епархии. Имею честь поздравить вас как полномочного представителя президента Тверской области, а также как ваш брат-сапер с вашим праздником. Вы по праву считаетесь элитой нашей армии. Вы проявляете всегда себя именно как воины, которым поручают самые важные направления, самые тяжелые направления. Потому что десантники, они всегда были, есть и будут людьми, которые, не думая о себе, не думая о последствиях, всегда идут вперед. Десантное братство очень важно. ВДВ действительно объединяет особое братство. У этого элитного рода войск существуют свои передающиеся от поколения к поколению традиции. Не случайно и то, что небесным покровителем ВДВ считается Илья Пророк, память которого чтут православные 2 августа. Я хотел бы пожелать, чтобы доблести наших десантников боялась вся нечисть на земле, здесь, когда они спускались на землю. Подобно тому, как вся нечисть трепещет и боится пророка Божьего Илью. ВДВ применяется и на СВО, и в ходе мирного боевой подготовки. Но самое главное, что эти десантники наши подготовлены хорошо. Они могут воевать как пехота, могут воевать как ВДВ, могут выполнять любые задачи, всесторонние. Вот почему сегодня и речь идет о большем развертывании еще воинских частей, которые будут формироваться для воздушно-десантных войск. Воссоздаются 104-я Кировобадская дивизия, два полка Тульской и Ивановской дивизии, две десантно-штурмовые бригады. Это говорит о том, что десантники идут на острие всегда всего, что у нас сейчас там происходит. Сегодня много говорили об СВО и о роли десантников на передовой борьбы с врагом. Сейчас в ВДВ более 120 героев России. Большинство удостоились этого звания посмертно. Самые наши крепкие и здоровые ребята пошли туда воевать. Это значительная часть наших ветеранов. Вторая у нас часть, которая осталась здесь, всячески помогает фронту. Это группы «Мы за победу», «Добро 69». Я могу перечислить, наверное, с десяток организаций, которые занимаются помощью нашим ребятам там. Потому что все мы, наверное, просыпаемся и засыпаемся одной мыслью, как там наша, выстоит ли. Потому что война действительно идет не на жизнь, а на отмерть. И вопрос стоит просто о жизни нашей Родины. Сегодня на подаренном тверскими десантниками празднике детям, который прошел в Парке Победы, был уголок, где ребята могли написать письмо на фронт. Скоро эти письма ветераны ВДВ повезут вместе с гуманитарной помощью на передовую. Сейчас для страны нелегкое время. Идет война. Не до праздника. Но те, кто в авангарде защиты нашей Родины от украфашизма, уверены в победе. Я думаю, что в следующем году мы будем праздновать общий наш праздник – День Победы. И тогда действительно мы покажем все, на что способны наши десантники в хорошем смысле слова.